Свою работу продолжает информационная служба канала Артевия. Сегодня пятница, 10 апреля. С международными новостями к этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Присутствие американцев внушает дополнительное чувство уверенности. Так, министр обороны Литвы Йозас Оликас охарактеризовал стартовавшие под Вильнюсом совместные с США военные учения. В маневрах впервые принимают участие и современные американские танки «Абрамс». Эти учения являются частью программы НАТО по обеспечению безопасности восточноевропейских союзников. Страны Балтии обеспокоены событиями в Донбассе и опасаются возможности агрессии со стороны России. Самой Украине, как не члену Альянса, приходится рассчитывать на собственные силы. В стране идет четвертая волна мобилизации. Нина Шамуге подробнее. Северо-запад Украины готовит бойцов для юго-востока. На Житомирском полигоне проходят военные учения воздушно-десантной бригады. Задача максимум перед новой волной мобилизации поставлена четкая. Не продержаться, а победить. Именно этим солдатам придется сменить своих товарищей по оружию в Донбассе. Учения проходят очень интересно, интенсивно. Много стрельб, много тактики, много различных интересных моментов. В принципе, очень хорошо. Здесь готовят воинов. Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Риха Террас, наблюдавший за ходом учений, отметил высокий уровень подготовки и профессионализм украинских десантников. Английскую речь в Украине сейчас можно услышать чаще, чем украинскую и русскую. В Госдуме обеспокоены. Интернет полон свидетельств того, как колонны американской и европейской военной техники стягиваются к границам ЛНР и ДНР, а также к границам России. Депутаты предлагают обратиться к главе Минобороны с просьбой о введении российских солдат на территорию Украины. Предлагаю Государственной Думе обратиться к министру обороны и рассмотреть возможность введения на Донбасс российских миротворцев для того, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня и охладить, конечно, пыл Киева. Мы должны защищать наш братский народ и, самое главное, свои границы. Не посмеют эти трусы напрямую атаковать российских миротворцев. А если и посмеют, то, поверьте, это их будет последняя роковая ошибка. На Западе угрозы своей безопасности, напротив, видят в Москве. Пять стран Севера Европы, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия решили перед лицом агрессии усилить военное сотрудничество с НАТО. Совместное заявление министров обороны опубликовано в ведущей норвежской газете. В нем главы ведомств призывают Северную Европу быть готовы к кризисам и инцидентам, причиной которых станет Россия. Лидеры России показали, что они готовы на практике использовать военные средства, чтобы достичь своих политических целей, даже когда это сопряжено с нарушением принципов международного законодательства. Как отмечают эксперты, совместное заявление представляет собой самую жесткую реакцию из этого региона на обострение отношений с Россией до настоящего времени. Впрочем, военные аналитики не считают углубление сотрудничества стран Северной Европы шагом в сторону НАТО. Но может ли партнерство ради мира перерасти в военный союз против России, будет зависеть от внешней политики Кремля. Нина Шамуге, РТВАЙ На фоне роста конфронтации между Россией и Западом, Вашингтон идет на сближение с одним из давних союзников Москвы – Гаваны. В Панаме, где проходит саммит Америк, состоялась первая за последние полвека встреча глав дипломатических ведомств США и Кубы. Джон Керри и Бруно Родригес обсудили налаживание двусторонних отношений. Старт этому процессу, напомню, был дан в декабре президентом Бараком Обамой. В Вашингтоне беседу госсекретаря США и главы МИД Кубы охарактеризовали как обстоятельную и конструктивную. Сегодня в рамках саммита Америк должна состояться и встреча лидеров двух стран – Барака Обамы и Рауля Кастро. Отмечу также, что в преддверии встречи Госдепартамент рекомендовал главе Белого дома исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. США разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе самые современные системы вооружения. Такое заявление глава Пентагона Эштон Картер сделал в Сеуле по итогам переговоров с министром обороны Южной Кореи Хан Мингу. Штаты, по его словам, направят в регион новейшие бомбардировщики и новые классы боевых кораблей. Но обсуждать размещение на корейском полуострове передовой системы ПРО Вашингтон пока не готов. Против ее возможного развертывания выступают соседи Сеула – КНДР, Китай и Россия. Вашингтон же считает, что она позволит противостоять угрозам, создаваемым северокорейскими баллистическими ракетами. «Северная Корея в последнее время продолжает осуществлять запуски ракет малой дальности, что усиливает напряженность в регионе. Однако мы не располагаем какими-либо данными о подготовке Пхеньяна к проведению ядерного испытания или запуску в ракет большой дальности. Учитывая то, как Северная Корея вела себя ранее и то, что стратегические цели Пхеньяна так и не были достигнуты, всегда есть вероятность провокации со стороны КНДР». В афганской провинции Нагар-Хар экстремисты атаковали конвой автомобилей НАТО. Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у аэропорта города Джалалабад. В результате нападения погибли более 10 человек, причем все они гражданские лица. Еще один теракт произошел сегодня в афганской провинции Газни на юго-востоке страны. Там жертвами взрыва самодельного фугаса стали по меньшей мере 12 человек. Пассажирский автобус, в котором они находились, был практически полностью уничтожен. ЧП в аэропорту Стамбула. Один из двигателей пассажирского лайнера иранской авиакомпании Кэшем Айрлайнс взорвался при разбеге по полосе. Летному экипажу аэробуса А-300Б-4 удалось остановить самолет до того, как огонь полностью охватил двигатель. Сразу после прерванного взлета к воздушному судну были направлены несколько пожарных расчетов, спасательные и медицинские бригады. Как сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы и впоследствии их отправили в Тегеран другим рейсом. Около 150 дельфинов выбросились на побережье японского острова Хансю. Сразу после появления информации на место прибыли сотрудники береговой охраны и волонтеры из числа местных жителей. Невзирая на холодную погоду, они пытались спасти морских млекопитающих, поливали их водой, оттаскивали обратно в море. Но, несмотря на все усилия, при боем дельфинов снова выбрасывало на берег. Многие из них получили глубокие раны и обессилели. Многие погибли. Выяснить причину такого поведения морских млекопитающих ученые пытаются уже на протяжении десятилетий. Ну что, что были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин